добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о дисциплине еще один важный аспект дисциплинирования это как ни странно ободрение и поддержка есть такая знаете расхожая фраза когда говорится что дети они не ищут опасности они просто играют дети не ищут проблем они просто не понимают последствия знаете когда мы с вами говорим о детях которые переходят черту когда они совершат какие-то противоправные поступки или нарушает семейные правила речь не идет о том что они сидят у себя в комнате и думают как бы насолить родителям чтобы такого утворить чтобы вот обратить на себя внимание детям очень важно понимать не только то что они любимы сколько им очень важно знать что эти границы установлены не для того чтобы загнать их в некие такой вот ограниченное пространство нет детям очень важно понимать что их способности их таланты они востребованы они важны ученые заметили одну очень интересную вещь если ребенка хвалить если ребенку говорить указывая постоянно на его какие-то позитивные качества например как хорошо ты рисуешь как у тебя красиво получается танцевать петь как ты далеко бросаешь снежки как ты далеко катаешься и так далее так далее то такие дети в разы реже нарушают правила и соответственно отсутствует необходимость дисциплинирования то есть если вы хотите чтобы ваши дети были послушными были усидчивыми вовлеченными хорошо учились не забывайте их хвалить говорить слова одобрения и постоянно указывать на их сильные стороны если вы будете постоянно говорить о негативе то во первых это очень просто потому что негативные вещи они находятся на поверхности а во вторых вы будете закреплять это негативное поведение потому что дети будут думать что привлечь ваше внимание можно исключительно совершив какую-нибудь гадость но если вы будете находить позитивно если вы будете хвалить их за какие-то вещи вы увидите что если вы хвалите ребенка за то что он хорошо рисует вы будете часто находить его за этим как раз а а и а а а и и и